Мы не знаем о том, что не было абсолютно никаких продуктов в магазинах в 1961 году. Не было продуктов. Мы не знаем, что была бомбежка. Бомбежка была нашего Советского Союза. Но не враги же нас бомбили. Войны-то вроде и не было, да? Значит, получается, мы сами себя бомбили. Сами на своих жителях испытывали ядерное оружие. Получается так. Есть такая песня. Ах, как хочется жить! И благодаря тому, что человеку хочется жить, он теряет свои ориентиры в жизни, где у него жизнь реальная, а где уже это не жизнь, а виртуальная надежда на что-то лучшее, чего в конечном итоге так никогда и не произойдет, той лучшей жизни. Обратите внимание, как жили наши родители. А как их родители жили? В полной глуши непонимания и лжи. Мы с вами не знаем, друзья, о том, что 14 сентября 1954 года произошло ядерное испытание в СССР. Что вы знаете об этом? Ничего. А вы знаете, что таких ядерных испытаний было множество? И вы думаете, они велись где-то на полигонах, там, где люди не живут? А зачем ядерные испытания проводить там, где не живут люди? Их как раз и необходимо производить там, где живут люди. Для того, чтобы мы понимали, кто в нашем мире хозяин. Это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы увидеть результат ядерного испытания. Результат на ком? На человеке. Когда-то в 2018-2017 годах я выпускала ролики о ядерной бомбардировке в СССР в 50-е, 60-е годы. О которых года-то вот вы родились еще, основные мои слушатели. В это время вы родились. Но вы об этом ничего не знаете. Знают ваши родители. Но ваши родители помалкивали из-за страха. Страх – вот движущая сила нашего общества. Страх диктует нам, как жить. Страх диктует нам, как лгать. Страх – это основное, что есть в основе тела человека. Я хочу вам зачитать несколько воспоминаний, комментариев моих слушателей. Мне тогда было 10-12 лет. Жили на Сахалине. Черный хлеб был без ограничений. Почти не было белого хлеба. За мукой, крупами, сахаром стояли в очереди. Семьями давали по 1-2 килограмма на человека. Я знаю, что в Москве в это время стояли в очереди за батонами. А других перебоев там не было. А у нас говорили, что идут испытания ядерного оружия в воздухе. Да, нам в школе давали бесплатно молоко. Это 1960-й год. Это 1963-й годы. На Сахалине народ не бунтовал. Зарплаты там были выше, чем на материке. Я уже и не помню, что писали газеты. Вроде как в воздухе и под водой испытания запрещены. Можно только под землей. И все валили на США. Это они испытывают. Да, друзья, испытывали все, кто угодно. Только не СССР, а Сахалин. Чукотка, Сахалин. Да я это тоже все помню. Выйдешь на улицу, а такой бабах хлопанет где-то. Видно, что где-то далеко. Но такой взрыв мощнейший. И я спрашивала у родителей, а что это такое? Причем ведь все содрогается, все трясется. А нам говорили, что это звуковой барьер, прошел самолет. А что еще было говорить? А ведь Чукотку тогда над ней шили ядерные испытания. Но нам об этом никто не говорил. А снег оранжевый иногда, а снег желтый иногда, а снег какой-то с черным налетом иногда. И тоже все. Звуковой барьер проходят самолеты. Вспомните, друзья, ваша память еще не зацементировалась. Ваша память еще даст отклик. Пишите комментарии. Пишите, что вы помните из своей жизни. Ведь это важно. Хотя бы что-то о себе оставьте на земле. Хоть какое-то воспоминание, но не бессловесной же тварью вам умереть. Оставьте воспоминания о себе вот сейчас здесь, под этим видеороликом. Что вы помните хотя бы что-то из своей жизни. Или вот еще воспоминания. В 1961-м была денежная реформа, кидалово, а взрывов было до хрена и после. И вот еще очень интересное воспоминание. Что вы помните, друзья, об этом? В 1961-м году было восстание против чеченцев в городе Джетегари Кустанайской области, что в Казахстане. Ситуация, со слов моей подруги, которой в то время было 14 лет, сложилась так. В маленьком шахтерском городке, где добывали золото, проживали чеченцы, которых согнали туда в начале Второй мировой войны. Они остались там после войны. Были обозлены на всех и вся. Народ чеченцев боялся. Они могли на скаку, в тесной улочке, огреть нагайкой каждого, кто оказывался на их пути. Люди старались обходить стороной их жилища. Однажды они как-то вечером-осенью повели себя агрессивно на танцплощадке. В это время в городе находились морские пехотинцы, которых прислали в помощь для уборки урожая. Моряки, сняв ремни, стали избивать чеченцев. Народ поддержал. Стали нападать на дома, выволакивать чеченцев из домов. В общем, был погром. Народ обливал их кипятком. А одна молодая татарка Багаудинова Мария Каримовна даже поплясала на трупах. Кто-то это все фотографировал. Бунт замяли. Несколько человек посадили. Багаудиновой дали 25 лет. Срок свой она отсидела полностью. Позже я узнала, что в 1961 году город Джетегара вошел в число 55 городов со сложной оперативной обстановкой. И хотя последующие, до развала СССР, годы в городе было относительно спокойно, высокие чиновники относились к населению довольно настороженно и не сняли этот город с учета. Это о чем говорит, друзья? О том, что город не подчинялся общей воле правительства, которое насаждалось. Расправа с чеченцами. И чеченцы неправильно себе вели. И люди неправильно к ним отнеслись. Но кто в этом виноват? Ведь народ стравливают друг с другом, чтобы, когда по нам надо, у холопов бы чубы трещали. И чубы трещали у народов. Следующий комментарий. Мой отец про Хрущева рассказывал, что он больше половины пшеничных полей засадил кукурузой. Народ ей кормить. То ли семена были плохие, то ли неурожай случился, а народ стал голодать. Короче, голодомор произошел. Друзья, 60-е годы. Ведь целенаправленно Хрущев, пшеничные поля, все стал засаживать кукурузой. Не потому, что он дурак полный был, а потому, что приказ был ему сверху. Он ведь такая же марионетка, как и все наши правители. Получил приказ заморить народ голодом? Заморил. А как заморить? Ну вот, засадили кукурузой. Она не растет. Были гнилые какие-то семена на пшенице. А пшеничные поля-то уже заняты были королевой полей кукурузой. Помните лозунги? И вот еще одно воспоминание. Я родилась 1 сентября 1964 года в Новосибирске. Преждевременно, семимесячной, мама рассказывала, что утром ее сильно поздавливали в очереди за хлебом, которого ей так и не досталось. Пришла домой, завела блины, но пожарить не успела. Начались роды. Жили в районе городского аэропорта, на квартире в частном секторе. Когда мне исполнилось 3 месяца, мать уже вышла на работу, а со мной оставалась чужая бабушка-хозяйка домика, где жили родители. Оба работали на заводе в районе площади Калинина. У матери пропало молоко. Кормили меня всякой гадостью, типа салом, завернутым в марлю. Своё детство ненавижу, так как было мало еды, много не детской совсем работы, вечного страха быть пойманной цыганами и всякими насильниками, бедностью. Сама я родила в 1989 году. Детство моего ребёнка тоже было голодным. Тоже приходилось много работать в ущерб своему ребёнку. Ничего за четверть века так и не изменилось. Всю жизнь пашем, а остаёмся с голодной задницей. И главное, без здоровья. Боюсь за свою старость и за будущее всех детей. Написала Селена три года назад, друзья, что изменилось. А как раз всё стало гораздо хуже. И бояться за старость Селени очень даже надо сейчас. И ещё. Были испытания атомных бомб на полигоне в районе Семипалатинска. Об этом есть документальные фильмы, которые показывали в кинотеатрах, а потом и по телевидению. Были официально признаны некоторые регионы, как пострадавшие от этих испытаний. Даже рассматривались денежные выплаты. И как раз это было в период 1949 по 1961 годы. Друзья, 1949-1961. Так может быть, всё-таки нас победили и заставили делать ядерные испытания над своими жителями? Да, День Победы. Как он был от нас далёк. Да так он и не приблизился к нам, друзья. Тот самый День Победы. В глаза сказали одно. Народ празднует, сам не знает, что празднует. Над собой победу празднует народ 1949-1961. Ядерные бомбардировки России. Атомные бомбардировки России. Но интернета не было. И вы об этом ничего не знали, друзья. Послушайте мой ролик о том, как в Советском Союзе проводилась ядерная бомбардировка СССР в 1961 году. Пишите воспоминания своих родителей и ваши. Хоть что-то вы должны помнить. Хоть как-то вы должны весточку о себе оставить хоть где-то хотя бы в этом комментарии. А не сгинуть былинкой в поле бессловесном. 4 марта 2018 года. Я хотела бы затронуть с вами, коротко сегодня, не будем долго рассуждать, такую тему, тему ядерной бомбардировки Советского Союза, о которой мы ничего не знаем. Мы знаем только отголоски, которые дошли до нас. Вот сейчас доходят какие-то отрывки, воспоминания, кто-то где-то что-то сказал, но в большей степени мы ведь ничего не знаем. И я получила одно письмо по почте, хочу вам его зачитать. Это в ответ на один из моих материалов, и был он в комментарии. И вот по почте я как бы более полное письмо получила, и хочу вам его прочитать. Здравствуйте, Татьяна. Я родилась в поселке Полысаево, город Ленинск-Кузнецк, Кемеровской области. Сейчас это город Полысаево. То есть города Ленинск-Кузнецк уже не существует, а ведь он был не так давно. Но теперь это Полысаево. И в 1961 году мне было всего 5 лет, но хорошо помню, как летом были заморозки и выпадал снег. У нас был свой дом, нас пятеро детей, все живы, мамы и папы уже нет. Дед отца был председателем колхоза до нашего рождения. Он был репрессирован в 1937 году по доносу. Сейчас уже реабилитирован. Помню, что каждый вечер укрывали грядки и жгли костры в огороде. В магазинах не было продуктов. Вот они когда выезжали в больницу или поликлинику, они это видели, что вообще и в городе, в магазинах тоже не было продуктов. В магазин мы ходили в поселке, в основном за хлебом, когда привозили продукты. Затем наступила зима, и она была лютой. То есть после холодного лета наступила еще и лютая зима. Доходило до 50-60 градусов мороза и выше, до 70 редко. Школы закрывались, и все сидели дома. Но мы все равно ходили гулять на улицу минут на 15. Языки к санкам примерзали. Родители с чайниками их оттаивали. Птицы на проводах тоже замерзали. То есть они вылетали, полетать, покушать, но сразу же замерзали на улице. И дети их с криками и слезами бежали домой отогревать, но родители говорили, что уже поздно. Их они шли хоронить. А в школах давали молоко. Его привозили флягами и заставляли пить школьников и всю округу. Видите, что происходит, да? Вы помните, дети 60-х годов, вы помните, что в школах заставляли пить молоко. И это было действительно повсеместно. И вот она здесь упоминает, эта женщина, про Норильск и 1949 год. И про ядерную, ковровую бомбардировку. И в 1960 году тоже была такая же бомбардировка. То есть жители Норильска, которые жили в 1949 году, возможно, вы помните, что была такая вот бомбардировка. Ведь в это время в Норильске были гулаги. А вы помните, их нужно было уничтожить. И я знаю, как в Норильске есть музей, где хранятся там один сапог, один ботинок, развалившийся гвоздями, скажем, скрученный или проволокой. Это все я видела тоже. Ну, конечно, жуткое наводит впечатление, но нужно понять, а куда делись все люди из гулагов? Они вот что, вот так в один день все исчезли? Или они подверглись бомбардировке? Их же туда завозили в 30-х годах, а это 49-й. Если в 49-м разбомбили Норильск, то как раз, то как раз их всех и уничтожили. И они все умерли от лучевой болезни. Это тоже очень даже возможно. И вот здесь, что самое важное, что эта женщина, которая писала мне письмо, она упоминает 1960-61 год, да? То есть, если в 60-й год была бомбежка, в 61-м что было? Голод, нехватка продуктов. Или в 61-м тоже была бомбежка. Мы этого сейчас не можем. Мы можем только знать и гадать, да? Но мы же помним, мы же помним, что Никита Хрущев поехал и стучал ботинком по трибуне в ООН. Так может быть, он вот эту ядерную бомбу, которую готовил на Соединенные Штаты, может быть, он сбрасывал у себя, чтобы показать, что он может сделать с американским населением. Может быть, он просто это показал на нашем населении. Но давайте не будем далеко ходить. Заглянем в Википедию и посмотрим. Набираю я, смотрите, восстание 1961 года. Наберите и вы у себя в компьютере и найдете восстание 1961 года. И первое выходит массовые беспорядки в Краснодаре. 1961 год. Так, дальше мы смотрим. Массовые беспорядки в Александрове. 23-24 июля 1961 год. Стихийное волнение в городе Александрове Владимирской области, произошедшее в результате конфликта местных жителей с арестовителями правоохранительных органов. О чем это говорит? Вы понимаете, почему по всей стране в 1961 году летом прокатились восстания? Почему? Мы должны это понять, почему они прокатились. Дальше читаем массовые беспорядки в Муроме 30 июня 1961 года. Стихийное волнение жителей города Мурома Владимирской области, случившиеся на почве их конфликты с правоохранительными органами. Да? Давайте дальше читаем Муром, Александров, Новочеркасск, Донецк, Одесса, Сумгаид, Кривой Рог, Чекмен и десятки других. Что произошло в 1961 году? Почему мы ничего об этом не знаем? Нам вообще ничего об этом не говорят. То есть, понимаете, о Новочеркасске мы еще что-то знаем. В Новочеркасске есть фильм поставленный, посмотрите, фильм, конечно, заставляет задуматься, заставляет задуматься над той жизнью, какой мы жили. Мы же ничего не знаем. А если это действительно, понимаете, сразу в нескольких городах, десятки городов, Сразу десятки городов, идут волнения. Летом, июль, июнь 1961 года. Значит, что-то было точкой бифуркации? Тетиву-то спустили? А что это было? Голод, понятно, что голод наступил и зима наступила. И что-то невероятное было, но мы не знаем, что. А если мы допустим, что действительно шла ядерная бомбардировка своего населения, ну тогда народ и восстал. Народ восстал. 1961 год. А что мы об этом знаем? Мы не знаем о том, что не было абсолютно никаких продуктов в магазинах в 1961 году. Не было продуктов. Мы не знаем, что была бомбежка. Бомбежка была нашего Советского Союза. Но не враги же нас бомбили. Войны-то вроде и не было, да? Значит, получается, мы сами себя бомбили, сами на своих жителях испытывали ядерное оружие. Получается так. Ведь не просто так восстали вот эти города. Я еще вас как бы попытаюсь вам рассказать, что такое и какие города это были, да? Давайте посмотрим еще раз. Итак, первый у нас идет Краснодар. Выпадает. Значит, там было действительно сильное восстание. Дальше идет Александров город. Это 24 июля 1961 года. Женщина мне пишет, что в июле были заморозки. Заморозки после чего появляются летом? После ядерной бомбардировки появляются заморозки летом. Можно, конечно, это оспаривать как угодно. Но я же не для оспаривания. Сейчас вам говорю, смотрите, город Александров Владимирской области Муром 30 июня 1961 года. То есть были взрывы, вот они поочередно. И люди поочередно то в одном городе, то в другом. Стихийные. Стихийные такие выступления были. И сталкивались они с органами правопорядка, с силовиками. Сталкивались они. Видите, какой еще город у нас здесь? Александров, Новочеркасск, Донецк. Что мы знаем про Донецк? 1961 год, Одесса, Сумгаид, Кривой Рог, Чекмент и десятки других. Почему были эти бунты? Бунты. Почему были забастовки? И почему в это время люди были очень жестоки? Вот, скажем, в восстании в Краснодаре, как это написано, в источниках официальных, а источники официальные в десятки раз занижают, как вы понимаете. Вот там участвовало 1300 человек. Ну, где-то еще тоже там порядка тоже 1000 человек, по-моему, в Новочеркасске. Во всяком случае, мы должны понять, что мы не знаем свои истории. А для того, чтобы мы не помнили свою историю, то вот эти все города, которые разбомблены были, они подвергаются жителям ликвидации. Вы понимаете, что такое Новочеркасск? Это город, рабочий город. Если там поднялись рабочие, то бунт, как считает власть, нужно подавить. А почему власть давит эти бунты? Скажите, они, во-первых, были голодные бунты, не было продуктов. Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем истинной причины. Почему тогда Новочеркасск встал? Почему тут же встал Муром, Александров, да? Почему эти города, Одесса, Чекмент, почему они все встали? Они встали все в бунт. И правительство жестоко их давило. Я вот только не знаю, знаете, вот иногда думаю, а кто давил? Это вы что, сыновья давили матерей? Или из Одессы солдат бросали на Новочеркасск, а из Новочеркаска на Одессу? Ну, получается так, как можно было вот этим молодым парням давить? Я думаю, что здесь очень много того, чего мы не знаем. Во всяком случае, есть свидетели того и свидетельства, что в 1961 году нас, наше правительство, наша власть бомбила ядерной бомбардировкой. И вот эти города, которые восстали, они, значит, были зацеплены. Они же не просто так восставали. Давайте думать, присылайте материалы, если у вас есть, будем вместе думать, будем вместе искать. Понимаете, может быть, это уже и поздно, может быть, мы на краю новой гибели стоим. Однако же, нужно открыть самим себе глаза и понять, что не так в нашей жизни, почему мы так живем. И надо сделать все возможное, чтобы дальше не было следующей такой бомбардировки. Я Таня Карацуба, Сейдбурган. Ш bioеволюбиска, «Монг лофих сиви» 3D без статьи –